Тульский арсенал Несмотря на плачевное положение дел в команде Валерия Петракова, оружейники к предстоящей игре относятся максимально серьезно. В прошлом туре на примере «Амкара» томичи показали, к чему может привести недооценка соперника. Терять им нечего, они понимают, что шансов мало и выходят со свободной головой просто играть в футбол. Последний матч томит доказательства. Команда играла ни о чем не думая и в этом плане это помогает в какой-то степени. Поэтому нам надо серьезно готовиться. Мы все сделаем, чтобы команда вышла с первых минут отмотивированной и с первых минут сделала все для того, чтобы добиться победы в этом матче. Предстоящий матч будет гораздо сложнее, чем в Санкт-Петербурге, потому что считаемся фаворитами, играем дома и не можем позволить себе осечку. Если мы не сможем взять очки в матче, то наша задача усложнится в несколько раз. Возникшая пауза в чемпионате из-за игр национальных сборных должна пойти на пользу канонирам. По ходу матча в Санкт-Петербурге ряд футболистов получили микроповреждения. Это Никита Бурмистров и Кирилл Камбаров. До встречи с Томми остается полторы недели. И по словам наставника красно-желтых Сергея Кирикова, оба игрока снова успеют восстановиться и вернуться в строй. Хорошие новости есть и об оружейниках, которые давно находятся в лазарете Арсенала. Берхамов сегодня, у него сегодня операция должна была быть в Германии. Максимов также продолжает курсы обилизации. То же самое делает и Бирголава. Бурмистров после игры с Зенитом, у него есть определенная проблема. Но я думаю, что к матчу с Томми он будет готов. Также по облегченным программам будут сейчас работать, ну сегодня по крайней мере, зато посмотрим, Камбаров и Бурчан. Ближайшие 9 дней арсенальцы проведут в Туле, где будут готовиться в двухразовом режиме. За время паузы Арсенал проведет один контрольный матч, оппонентом в котором будет столичный ЦСКА. Встреча против чемпиона страны пройдет в Москве 26 марта. Поединок с соперником такого уровня наверняка даст полезную пищу для размышления Сергея Кирикову и позволит попробовать новые сочетания, а заодно и отработать командные взаимодействия. Не стоит забывать и про атаку, где оружейникам по-прежнему нужно прибавлять. У нас конкуренция в атакующей группе значительно выросла. Это видно и на тренировках, и в играх. Если все продолжится таким образом, то мы сможем решить задачу и останемся в премьер-лиге. 1 апреля Тулюков ждет матч с прямым конкурентом в борьбе за выживание. В этой встрече нам очень нужна будет ваша поддержка, так что ждем вас на стадионе. Только вместе мы сможем преодолеть преграды и справиться с любой, пусть даже очень сложной задачей. КАМАЗ проверен временем, проверен дорогами.